Всем привет, с вами Алекс Магомед Продолжаю свои эксперименты по бланшировке Не знаю, видно вам хорошо или нет Но попытаюсь рассказать Смотрите, это сорт Боровской Это наш морозостойкий сорт Очень крупный, очень вкусный При расколке этого ореха в нелущенном виде Я обратил внимание, что когда ты разлучиваешь орех Он уже как бы немножко бланшируется То есть, могу вам показать Уже немного с него слетает шелуха Вот так он выглядит в неразлученном виде Хорошая заполняемость Прекрасный орех, мне он очень нравится Но, тем не менее, пока на него нет такого большого спроса Нет такой большой цены, как на другие сорта Да, вот он в сыром виде И я думаю, поддержу его в микроволновке Так же, как и шедевр Вот, может я там что-то не то сделал Я взял свои трапезунды Вот, орехи своего трапезунда Взял Боровской И подержал их в микроволновке И что я получил? Смотрите Ни трапезунд полностью не отбланшировался Ни Боровской Да, шелуха слетела там частично И тем не менее, как мы видим Орешки остались полностью не бланшированы Какой мы из этого делаем вывод? Скорее всего, бланшировка в микроволновке Это неправильно Естественно, в больших масштабах Никто не будет этим заниматься Вот, и в защиту шедевра Я могу сказать так, что Шедевр отбланшировался Не хуже трапезунда И не хуже Боровского Да Поэтому, скорее всего Это какая-то моя ошибка Вот, я что-то там делал не так Может микроволновки что-то не так выставил Мне те температурные режимы Я думаю, что в промышленных масштабах Это все будет совсем по-другому Потому что Со слову Ильяса Мерсинова Который бланшировал трапезунд У него отлетала вся оболочка Полностью, да Если, конечно, вот так вот Сделать То Дальше отлетает механическим путем Но, понятное дело Этого никто не будет делать В промышленных масштабах Поэтому, какой я делаю вывод Бланшировка шедевра Ничем не хуже Того же трапезунда По крайней мере, в моих условиях И то, что я делал И ничем не хуже Того же Боровского Которого я считал Одним из лучших для бланшировки И который Уже при раскалывании Да Частично показывает Открытую поверхность И то же самое происходит И при Открытии, скажем так Трапезунда И Боровского Вот Поэтому Делаем выводы, что Я, как не профессионал Что-то делаю не так И если эти сорта Показали себя так же То, скорее всего У шедевра При правильной технологии Бланшировка будет Намного более лучше То есть, если Я видел у Ильяса Трапезунда Который полностью Отбланшировался Но не может такого быть Чтобы, допустим Мой трапезунд Чем-то отличался от его Да, потому что Я у него покупал И я не думаю Что если он вырос В наших условиях То вот он Прям не хочет Бланшироваться Нет, скорее всего Не так Скорее всего Бланшировка должна Произойти Стопроцентная Поэтому Делаем выводы Такие, что Эти все сорта Подходят Для бланшировки Поэтому Всем спасибо Кто смотрел Ну и всем пока